Хочу поздравить моих учеников, курсантов, подписчиков, слушателей, зрителей с официальным открытием нашего общественного института системного воспитания личности. Много лет мы шли к его открытию, готовили базу и теперь пришли к общему пониманию, какой будет эта площадка и в конце концов сформировали уставные документы и зарегистрировали этот институт. Какие цели и задачи мы перед собой ставим? Это первое, собрать площадки, на которых мы можем анализировать и делать выводы по поводу документов, как выстроить воспитание личности, как цельный эффективный процесс. Во-вторых, собрать единомышленников в совместные проекты по нашим направлениям. Направление, по которым мы собираемся работать, это воспитание в рамках физической культуры, воспитание в рамках художественной культуры и воспитание в рамках трудового воспитания. Еще есть тема культуры питания и в данный момент мы приглашаем партнеров и единомышленников к формированию нашего пространства в разных регионах страны. Перед собой ставим еще задачу наблюдать и строить инициативные наши инициативы, инновационные программы вокруг того, как наши культурные традиции позволяют личности адаптироваться в условиях современной действительности. Так как все эти направления помогали нашему народу тысячелетиями сохранять свою самоидентичность, мы делаем вывод, что это необходимо. Системное воспитание необходимо для того, чтобы нам и сейчас создать площадку, где мы можем проработать эти программы и создать формы взаимодействия, которые позволят нам развивать системную личность, системно развивать команды и коллективы на основании традиционных форм взаимодействия. Физическая культура включает в себя культуру движения, ну вот мы говорим культура или гигиена движения тела и психоэмоциональных состояний. Соответственно все наши направления культурные они так или иначе касаются нашей психики, нашей психики, нашего эмоционального фона и развития наших чувственностей и социализации в общем пространстве. Итак, у нас есть тема художественной культуры, которую мы будем раскрывать через театральные формы, как то является саматопсихологический театр или театр нашей жизни. У нас уже эта форма запущена в школах. Вот через трудовое воспитание это организация рабочего места, организация личного пространства в традиции ремесла, в традиции рукоделия. Мы будем сотрудничать с мастерами по ремеслам традиционным, с мастерами по рукоделию, вышиванию, там вязанию и так далее. То есть как сам процесс позволяет человеку самоорганизоваться внутри себя, организовать рабочее место, создать продукт и остаться в комфортном состоянии. И завершать трудовой процесс, выходить опять в повседневную жизнь. Это очень важная тема, насколько мы можем, во-первых, собраться для того, чтобы жить и собраться для того, чтобы работать. То есть создавать какой-то продукт или произведение искусства, там, судя по тому, насколько человек готов выступить как творец. Вот поэтому мы видим взаимосвязи между тем, как человек двигается, насколько у него широкий спектр движений, моторики, да, и настолько у него устойчиво психоэмоциональное состояние. Вот работая с этими параллелями, мы будем с мастерами, психологами, психосоматиками прорабатывать эти пространства, писать программы и предлагать партнерам для того, чтобы собирать команды как в корпоративном секторе, так и в секторе образования и общественных организациях. То есть институт будет подготавливать специалистов, которые смогут организовать эти процессы самоидентификации и развития личности, развития командных качеств, умений и как собрать коллектив, обладающий функциями и команды образования, коллектив образования и раскрытие каждой личности в коллективе. Мы считаем, что это насущно, что это нужно и это позволит лучше адаптироваться личности в коллективе и коллективах в социальной среде. Мы считаем это важным, поэтому собираем возможности, то есть площадки по разным регионам, готовы взаимодействовать с государственными структурами, частными компаниями, частными физическими лицами. Всех приглашаем к сотрудничеству.